Всем привет на канале Тестифуд. Скажите, кто не любит лазанью? Лазанья есть разная. А вы когда-то пробовали лазанью из баклажанов? Хочу вам предложить сегодня этот рецепт. Он действительно получится обалденный. Вот такие вот ингредиенты мне понадобятся. Для рецептов лазанья из баклажанов мне понадобятся баклажаны, репчатый лук, помидоры, фарш. Фарш можно взять любой, которого любите, либо свиной, либо говяжьим. Также мне понадобится сыр моцарелла, соль, черный перец, оливковое масло. Приступаю. Баклажаны буду нарезать кружочками. Толщина кружочков от сантиметра до полтора. После того, как нарезали баклажаны, их нужно обязательно немного посолить. Баклажаны буду запекать в духовке на противень, застеленный пергаментной бумагой. Пергаментную бумагу нужно смазать немного оливковым маслом. Выкладываю сверху баклажаны. Баклажаны буду обжаривать на режиме конвекции при температуре 170 градусов. Баклажаны запекались при температуре 170 градусов 20 минут. Они уже полностью мягкие. Фарш буду обжаривать на сковородке на оливковом масле. Также нужно обжарить лук. Лук буду мелко нарезать. Фарш нужно обязательно поперчить и посолить. Фарш немного обжарился. Я его посолил, поперчил и добавляю репчатый лук. В удобную посуду натираю помидоры. Фарш с луком подрумянились. Отправляю к ним перетертые на терке томаты. Тушить буду примерно с томатами еще 10 минут. Натираю сыр моцарелла. Все ингредиенты готовы. Выкладываю в форму для запекания. Нижний слой баклажаны. Вторым слоем выкладываю фарш. Сверху засыпаю сыром. Повторяю слои. Сверху накрываю баклажанами. И засыпаю сыром. В разогретую духовку 180 градусов отправляю лазанью, чтобы расплавился и немного зарумянился сыр. Лазанья запекалась 20 минут, она полностью готова. Это просто нереально вкусно. Действительно очень вкусно. Я вам скажу, даже не могу понять, какая лазанья лучше, когда вы готовите ее из теста или когда вы ее приготовите из баклажанов. Действительно нереально вкусный рецепт. Обязательно приготовьте. Именно по этому рецепту, я думаю, что вы будете очень довольны. Всем, кто вам понравился рецепт этой вкуснейшей лазани, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. А также нажимайте колокольчик, чтобы получать новые уведомления о видео. И подписывайтесь на мой второй новый канал «Кухня за одну минуту». Пока!